И вот они уже собрались поехать рыбачить. И вдруг ночью пришли и арестовали. А за что, мы даже не знаем. Вот так. В Кемской тюрьме сидел, ездили они навещать. И отец сказал жене Катя, жену звали, я ни в чем не виновата, я вернусь. А потом, значит, осудили, как говорится, на 10 лет вроде бы, но так вот и никаких вестей не было. И только вот в 56-м году посмертно реабилитировали, это написал. Осталась жена с тремя детьми, мама его. А поскольку в Карелии была война, а село Шорецкое не было занято финами, их отправили в Архангельскую область, деревня Песчанка. И там вот они, значит, поселились у каких-то хозяев. Вот Коля было уже тогда 14 лет. Нет, в 38-м арестовали 41-й, 42-й. Было 10-й, 14 лет. Он у председателя колхоза работал коня. Привозил к нему, потому что он пришел с войны без ноги, и вот он помогал ему. А мама его и дочка Юля ходили там, у людей просили хлеб сначала, да все. Но потом вот он стал работать, и как-то вот они так кормились. И только в 44-м году позвонили, что, может быть, можно и поехать. Они поехали в Архангельск. Вот мама с тремя детьми. Мама там заболела воспалением легких, умерла. В Архангельске там похоронена. А вот трое детей остались. Девочке было 16 лет, ему 14. Он позвонил председателю колхоза, и тот сказал, Колька, приезжай, я вас возьму. И вот они там вернулись в эту деревню Песчанка и ждали, пока пришел вызов из села Шорецка, пока всех финнов из Карелии не выгнали. Вот приехали домой трое. Девочка пошла работать в Ясли, дядя его взял Зуйком в море, а младшая сестра Зина попала в детский дом. Ну вот, а так в детском доме следы затерялись. Вот они даже не знают, где она умерла, что с ней стало. Вот такова история семьи. Вот это связанное с арестом отца. А это мой папа Пашков Василий Степанович. Он был председателем колхоза в деревне Любосельга, Синогубского сельсовета. Это от острова Кижи недалеко. И 2 февраля он поехал взяв 300 рублей платить колхозные деньги. Вызвали его в Медвежьегорск, наверное, или в Петрозаводск, и так и не вернулся. В результате эти 300 рублей заставили отплачивать его маме. Моя мама, вот, 28 лет, тоже трое детей, все три девочки. Пришлось ей работать на трех работах. Она, дом был двухэтажный, пустила жильцов. Работала тут уборщицей, в колхозе работала и в конепитомнике работала. Ездила за несколько километров, чтобы эти деньги отплатить. Ну а что касается отца, тоже ничего не могли узнать. И мы узнали только в 56 году, когда моя старшая сестра написала о помиловании, пришел документ. А мы, значит, пошли, когда уже стали документы открывать, пошли и сами прочитали. За что же арестовали нашего отца? И оказалось, якобы за то, что он разрешал колхозникам косить сено раньше, чем они накашивали для колхоза. Одна причина. Вторая, что он является агентом японской разведки. Но я не предполагаю, может быть, он даже не знал, где находится Япония. А может быть, и знал. Но, во всяком случае, с японской разведкой он никак. Их осудили вместе с другим учителем истории из Кижей. По одной статье, тоже, измена родине. Сказали 10 лет, никаких вестей, ничего. Мама ждала, ждала. Ну вот так не дождалась. И так вот она и в 28 лет троих детей поднимала. Вот такая судьба. Так что жалко наших отцов. Ни за что, ни про что. Но потом, вот мы получили в 56-м году, что расстрелян. И все. А вы вот два памятника поставили вместе. Вы супруги? Да. Мы поженились в 55-м году. Уже отмечали бриллиантовую свадьбу вместе. Меня туда отправили работать. Швырецкая. И там я с ним познакомилась. А он отслужил 5 лет в авиации. Выучился на стрелка-радиста. И служил на Сахалине. Прошел всю Сибирь, проехал. Летал я уже. Летал. И вернулся. Вот они летали там целые дивизии над Японией. Снимали и фотографировали. Он был как стрелок-радист. А потом уже как фотограф. Ну и вот. После этого вот так. А живете сейчас? А сейчас мы живем в Пиццозаводске. Мы приехали в 66-м году, потому что там лесопромкомбинат закрылся. Работы не было. И он поступил работать на завод тяжбумаж. А я в 14-ю среднюю школу. И так вот мы до пенсии так и работали. В 98-м году ведь это. Даже еще раньше обнаружилось, что в Сандармохе расстрели. Чухин у нас занимался. И вот Дмитриев Юрий Алексеевич. И вот мы даже с сыном ездили сначала в Сандармох. Даже без всякого этого оповещения уже нашли. У соседей спросили, где на Сандармох приехали. А потом уже в 98-м году уже началось официальное. И вот мы теперь каждый год ездим. 98-го года уже 17 лет подряд. В 98-м году в Медвежегорске, в ресторане. Было торжественное. Как бы открытие торжественное, не торжественное. Было вот провозглашение, что вот Сандармох и все. Там было угощение, там это было чаепитие, все. А потом всех сюда повезли. И вот и пошли люди. А уже были поставлены вот эти кресты здесь. И люди стали писать фамилии своих дедов. Просто карандашом. Нам хотелось, чтобы два памятника были близко. Поэтому мы отошли глубоко в лес. Хотя у дороги там еще было много. Но все по одному. Уже люди надписи делали, надписи. А пока мы, видимо, в конце уже смотрим, уже нет. И вот нам пришлось здесь далеко в лесу определиться. А так ведь конкретно кто знает, какую яму кто летит. Это сделали у нас фотография, семейная фотография у него. И у меня семейная фотография. И вот заказали и решили, что прикрепим. Потом он взял, покрасил голубым. Мы уже издалека видим, что голубые покрашены. Мы потом, когда кончаем, уже обходим по всем, всем кланяемся. Всем. И чеченцам, и татарам, и вот русские тут есть. Большой крест и украинцам, и вот это, конечно, Соловецкому камню. Вот пока мы можем, ездим. А так что дальше будет, не знаем. А вы втроем летите, да? Это моя дочь. И она поддерживает. До этого мы приезжали с внуками, до этого приезжал сын. В общем, все как-то знают. И внукам я уже все это рассказала. Я выросла без отца. Мне было два года, когда арестовали. Он, как говорится, вырос потом уже без отца и без матери остался. И наши дети, они не знают наших родственников, ни бабушек, ни дедушек, ни отцов, ни матери, никого. Поэтому нам было важно, чтобы они корни у них были, чтобы они знали, откуда они пошли и кто были их деды. И мы им рассказывали. А почему людей в Большой Террор арестовывали столько много? Как вы думаете? Ну, подумайте. Мы не можем понять этого. Не можем понять. За что работящих людей, которые лучше всех работали. Он же был передовик, как говорится, рыбачил там больше всех, рыбы ловил на Баренце море. Работа же очень тяжелая, конечно. И мой папа, председатель колхоза. Ну, за что? Никаких разговоров они не вели таких. Просто, а у нас, знаете я, что получилось? Вы, наверное, это не знаете, раз вы из Ленинграда. Из Карелии поступил заказ, что мы можем еще тысячу человек арестовать. Арестовали-то в 37-м году, а наших арестовали в 38-м. Его папа, значит, был расстрелян 8-го мая, а мой 9-го марта. И вот они стали хватать, чтобы набрать эту тысячу. Ну, это разве не ужас? Вот я вот только так слышала. А больше другого объясняю, я не знаю. Надо было выполнить норму по расстрелу. Это же что-то ужасное. Ну, как можно так?